Всем привет! Сегодня видео по Хавалу H6 третьего поколения, именно по мотору, как себя ведет мотор в различных режимах. В различных режимах именно спорт, стандарт и эко. Я вам уже показывал это в городском цикле, как это все работает. Все в общем-то нормально. Не для галочки, стандарт. Стандартный спорт, спортивный реально и эко реально спокойный. Ну насчет экономии нет, а просто спокойный вальяжный режим. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать, поэтому канал так и назвали, покажем все. Подпишитесь. Просто вот хочу вам с вами поделиться ощущениями и сравнения сделать с автомобилем прошлого поколения H6 второй генерации. На том автомобиле был установлен другой двигатель. Двухлитровый, турбо, 190 лошадей и 340 ньютонов крутящего момента. В этом китайцы тоже 2 литра сделали мотор, но добивались они больше экономии, потому что прошлые моторы реально еще и плюс, если с полным приводом работали, то расход повышенный был. Людям казалось, что большой расход. Тут реально расходует авто меньше. Я меньше заезжаю по заправкам, на дольше хватает бака, бак одинаковый, все приятно. Но данный мотор 2.0 турбо сделали они. При этом уменьшили крутящий момент до 320 с 340 и заявляют 204 лошадиные силы. То есть лошадок поболее, но крутящего момента меньше. И я вам скажу, что это чувствуется, и чувствуется еще один момент, это полку крутящего момента подняли. То есть на прошлом ховали с низов, что мне нравилось, и я вам в прошлых видео по прошлому авто каждый раз говорил, что сравнивал я тот мотор с дизельным мотором. Он тянет с самых низов. И по тахометру редко, когда я видел цифру больше 3000 оборотов. Переключался он всегда где-то, наверное, на максимум, если крутишь хорошо, на 2.5 переключался уже на высшую передачу. В этом авто двигатель настроен так, что полка крутящего выше. И при резвом наборе, при тапке в пол, так сказать, вы будете мотор слышать, по моему мнению, громче. Мотор работает, чем предыдущий. И по тахометру вы будете видеть цифры уже около 3 и даже выше. 1000 оборотов в минуту. По резвости не могу я пока определиться. Иногда кажется, что прошлый мотор резвее себя вел, быстрее разгонялся. Иногда смотрю этот примерно так же. Но учитывать нужно то, что прошлое авто был переднеприводный, и этот полноприводный. Все-таки потери на элементах передающих все-таки есть. Но заявляют 8 до 100 разгон на этом автомобиле. Вот по максималке, что я могу сказать, есть информация. На прошлом автомобиле владельцы разгонялись до 215 км в час по максимуму. Это все в группе делятся, скидывают видео. Группа в телеграме, чат создали специально для общения владельцев, будущих владельцев данных автомобилей. Там человек до 215 км разгонял, снимал видео и сбрасывал, делился. Поэтому авто, человек так же недавно делал замер, так сказать, максималки, то 196 км и больше набора нет. Это вот что могу по информации сказать. Сам я никаких пока тестов не проводил, и думаю, не буду, потому что мне нужно еще ездить на этом авто, снимать видео и показывать вам. Поэтому как бы рвать его смысла пока не вижу. То, что важно для меня и было при выборе прошлого автомобиля, ну и так же и этого, когда покупал, чтобы он резво мог дать мне резвость нужную на трассе, чтобы я мог обогнать впереди идущие машины, впереди идущие фуры. Беспроблемно. Это есть. Стреляет, стартует, так же все без проблем. Ну и плюс то, что показывает уже лучшие характеристики по расходу. Уже это приятно, когда расход меньше. Будем сравнивать двигатели, потому что роботы одинаковые. Что в прошлом 7-ступенчатый с двойным мокрым сцеплением, что в этом. Смотрите, еще один момент заметил. Вот набор после 100. Нету явного переключения передач. На прошлом авто было заметно, как сбрасывает он обороты и переключает на высшие передачи. С одной стороны, это прикольно было, когда ты знаешь, что снизу он тянул. Снизу втянул он классно. В этом автомобиле меньший разрыв мощности. Ты не замечаешь. Такое впечатление, вот когда больше 100 разгоняешь его, уже после 100. Что немаловажно, так же после 100 он резво так же разгоняется. Но нету вот этого разрыва мощности. Такое впечатление, что стоит вариатор. Ну, с вариатором, конечно, сравнивать не будешь, потому что здесь этого эффекта нету. Заламывание оборотов и удержание их непонятно сколько. Переключения есть, но они сведены вот как бы до нуля. Не видно, как падают обороты двигателя при переключении. Ну и это уже не двигателя как бы заслуги, а настройки робота. То есть китайцы дорабатывают это с каждым разом, с каждым новым автомобилем. Видно улучшение, видно доработки. Ну и в итоге что? И что хотел вам этим видео донести, поделиться. Что реально то, что заявляют китайцы, то и есть. Заявляют они расход меньше, так и есть. Ну и все остальное по данному автомобилю, так же я делюсь с вами, но уже в других видео. Подписывайтесь на канал, группа в телеграме, так же подпишитесь. Много полезной информации, реально много полезной информации. По ТО делимся, по наличием запчастей, что тема в общем-то тоже, ну как бы актуальна. Люди хотят, интересуются на будущее, перед тем как взять авто, будут ли запчасти. Ну и еще много интересных тем. Так же подпишитесь в инстаграм, фотографии, выкладываю то, что будет в следующих видео. Всем удачи, до следующих видео. И подпишитесь на новый канал о наших путешествиях. Ну да, это обязательно. На новый канал о наших путешествиях подпишитесь. Начали мы путешествовать, раньше были привязаны, сейчас отвязались. И будем вам показывать все, где мы ездим, делиться с вами так же интересной информацией. Ссылка на канал в описании к видео, обязательно подпишитесь, там будет тоже интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok